Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Условия гнездования. Ученые из Москвы и Рязани задумались о создании биосферного парка в Борках. Профессия следователь. Профориентация для школьников. Гибкость и сила. 50-й турнир по греко-римской борьбе имени Федора Политаева стал международным. Лучшие орнитологи страны собрались в Рязани, чтобы решить судьбу природных территорий в Борках. Ученые центра орнитарий в Сокольниках и Московского зоопарка приехали в гости к коллегам Рязанского дома Белого Аиста, чтобы вместе обсудить пути сохранения биоразнообразия и создания инфраструктуры для наблюдения за птицами. Благоустройством территории займется компания «Зеленый сад». Дата визита ученых символична. Осмотря территорию Луковского леса и заливные луга, специалисты приехали прямо накануне Дня орнитолога, который празднуется в России 19 февраля. Создание в Борках биосферного парка социальной инициативы застройщика. Компания «Зеленый сад», которая в скором времени планирует возвести в этом районе новый жилой комплекс. Уже на этапе проектирования к масштабному экологическому проекту подход ответственный. На территории Луковского леса должен быть очевидный биосферный парк, который позволит сохранить редких птиц, которые здесь есть, с помощью бирдвотчинга или других активностей помочь и рязанцам, и детям рязанцам в первую очередь, любить нашу природу и расти в любви гордой к природе. С первого взгляда ученым понятно, потенциал у территории огромный. Теперь важно грамотно ее освоить, что называется, огранить этот алмаз. Да, они вот такие ландшафты создают искусственно. А здесь Господь Бог создал такой ландшафт, и, конечно, логично и правильно будет его использовать в качестве зоны рекреации, зоны отдыха и места, которое бы украшало и было туристически привлекательным, еще одним привлекательным местом для исторического города, древнего города Рязани. Мы приехали из Москвы посмотреть на месте, на ваш замечательный лес, на эти вековые дубы с орнитологами города Рязани, распланировать здесь замечательный рекреационно-экологический парк. По словам ученых, благодаря созданию биосферного парка площадью почти 700 гектаров удастся защитить ценные биотопы уникальной экосистемы Барковской поймы Аки и даже расширить видовое разнообразие. Площадь позволит создать абсолютно разные природные зоны, при этом доступные для человека. Можно посадить и нужно ясень обязательно. Это просто ключевое растение для снегирей. И второе, более универсальное растение – это рябина. Мы нуждаемся в идеях наших коллег, орнитологов, ученых из Москвы, которые имеют опыт подобного сопряжения природной среды и инфраструктуры, чтобы люди могли в цивилизованном ключе наблюдать природу, не мешая ей при этом жить. Впереди долгая многомесячная работа, но для начала ученые из Москвы дадут техническое задание по изучению территории, после чего уже предложат концептуальное решение. В самых смелых задумках создание соколиного питомника для развития исконно русского занятия – соколиной охоты, эстакады через заливные луга, по которой во время разлива люди смогут прогуливаться, оборудование площадок и вышек для наблюдения за птицами и многое другое. Свой полет фантазии ученые не ограничивают. Следователь звучит гордо. Акцию под таким названием проводят в образовательных учреждениях Рязани правоохранители. Профориентационные встречи приурочены к 60-летней годовщине со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России. В этот раз свой выбор сделали ученики школы номер 58. Людмила Бронникова в профессии уже 35 лет. Говорит, бывало всякое. Ведь следователь не знает, что именно ждет его на месте происшествия. Вот и сталкивалась она и с вооруженными преступниками, и с наркоманами. Выезжала даже на дорожные происшествия. В общем, говорит, это далеко от образа овечного сидящего за столом человека с бумагами. Следователь не регистратор, который просто что человек ему говорит, он регистрировал. Он должен обладать целым пакетом знаний. Не только по юридической линии. Следователь расследует дела экономических преступлений. Людмила Бронникова перед учащимися 58-й школы говорила от лица всех ветеранов о важности профессии. А вот от лица действующих сотрудников выступила заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Московскому району Алина Лукашина. Частично свой рассказ она посвятила обучению по профессии. Все-таки акция «Следователь звучит гордо» просветительская. А после поделилась реальными историями из повседневной службы. Данное мероприятие в школе для того, чтобы детям разъяснить особенности профессии «Следователь» очень важное, нужное и требует дальнейшего продолжения. Потому что люди как раз избирают свою профессию именно будучи участием в школе, готовясь к книгой тем же самым. И информация о том, как здорово все ответить в полиции, мы можем принести именно на такие выступления. Задача была предельно простой. Помочь ребятам определиться с выбором профессии. Плюс популяризация службы в органах предварительного следствия в системе МВД. В школе 58 есть кадетские классы. Ребята признались, что решение по выбору будущего вуза уже приняли. «Нас кражен, всегда отважен, полицейский на своем посту. Мне страшно, когда опасно, я закону и стране служу». Такие встречи пройдут и в других образовательных организациях города. Потому что «Следователь звучит гордо» – это уже не просто слоган, а возможность выбора жизненного пути. Спонсор ежедневной информационной программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. До 25 февраля можно приобрести у торгового центра «Премьер». Спортсмены из 20 регионов России, а также из Сербии, Армении и Китая выступили на юбилейном 50-м турнире по греко-римской борьбе имени Федора Политаева. И если вне татами рязанцы были очень гостеприимными, то в самих поединках спуску своим соперникам не давали. Рязанский турнир имени героя Советского Союза Федора Политаева в мире классической или греко-римской борьбы – событие знаковое. И дело здесь не только в его полувековом юбилее. Эти состязания всероссийские, а значит здесь можно получить, например, звание мастера спорта, правда с приставкой «ветеран». Впрочем, при всей своей брутальности эти схватки на татами несли в себе мир, как и китайские товарищи, специально приехавшие на турнир. Приветственное слово от них звучало на русском. «Мы приехали из Москвы, как и китайские интеллектации. Не просто выделили от поздравления и хотим установить поддатель с Рязанской области. И все участвовали в соревнованиях. Мы готовы нас содействовать в развитии дружбы между нашими двумя странами». Официально проведение турнира посвятили Дню защитника Отечества. На ковер вышли борцы из 20 регионов России, а также белорусы, армяне и даже серб. Среди ветеранов значился еще и представитель Китая. Дружеская атмосфера превратила турнир в международный. «Об этом и скажу, о патриотизме, о единстве братских народов, которые приехали сюда показать пример дружбы и сплоченности. На самом деле Рязань сейчас на первых местах в стране по вот этим спортивным стартам, именно по борьбе». Рязанское гостеприимство, впрочем, распространялось только на все, что происходило за ковром. В поединках же своих соперников хозяева турнира привечали не особо. «Соперник серьезный, с республики Машкорстан. Мы сильнее, Рязанского сильнее». Но самое интересное было еще впереди. Ветераны рязанской классики к поединкам готовились очень серьезно. «Рязанская школа борьбы, она популярна не только в городе Рязани, но и по всему, по всей России. Также наши знают и за рубежом тоже международный турнир. У нас ребята есть победители международных турниров, первенств чемпионатов мира. Пока сейчас борьба показывает, мы выигрываем. Да, у нас ребята, и ветераны нас радуют, мои ученики ребята борются. Я только рад за них. Я сам так, наверное, никогда не переживал, как за них переживаю». Впрочем, радости этот дружеский турнир доставил не только хозяевам. Армянские борцы, например, взяли 9 золотых медалей, а общекомандное первое место среди ветеранов в упорной борьбе досталось Ростовской области. Как это и предполагают гостеприимные дружеские состязания. У лыжной гонки имени Анатолия Бирюкова возраст не такой солидный. Ее проводят лишь в 26-й раз. Но количество спортсменов с каждым годом все больше. Советский спортсмен, участник мировых кубков и зимней олимпиады, Анатолий Егорович Бирюков, известный в Рязани и за ее пределами тренер и педагог. Старты в мемориальном парке в этом году собрали больше 200 спортсменов, младшему из которых едва исполнилось 6 лет. Обычно старт имени Бирюкова проходит в начале февраля. Но в этом году погода долгое время ставила проведение соревнований под угрозу. Из-за малоснежной зимы гонку даже пришлось переносить. Но в конце концов все сложилось наилучшим образом, и лыжня состоялась уже в 26-й раз. Субтитры создавал DimaTorzok СССР 1973 года в лыжной гонке на 70 километров и серебряный призер на 50. Анатолий Бирюков помнит еще самые первые старты. Говорит, всегда был в призерах своей лыжни. Каждый год на свободную лыжню приезжают дети и взрослые спортсмены. По пропускам было лишь в 2020-м во время пандемии. Есть участники, не пропустившие ни одного старта. Владимиру Спарыхину 74 года. И он намерен выходить на лыжню столько, сколько позволит здоровье. В числе участников лучшие лыжники области, воспитанники детских спортивных школ «Вымпел» и «Алмаз» из Рязани, спортшкол «Кадымского», «Ермишинского», «Клепиковского», «Касимовского», «Ряжского», «Скопинского», «Михайловского», «Шиловского» и других районов, а также гостей из Московской области. Дистанции от 2 км у участников 2011 года рождения моложе, до 5 км у женщин и 10 км у мужчин. В первый день лыжники традиционно бегут классикой, во второй день – свободным стилем. Морепродукты с выставки продажи «Икра и рыба Камчатская» возле торгового центра «Премьер» давно полюбились рязанцам. Праздничная неделя «Масленица», «День защитника Отечества» и предстоящие длинные выходные располагают вкусно есть, приглашать гостей и самим ходить к друзьям и близким с гостинцами. А изюминкой праздничного стола непременно станет вкусная рыба и икра. Масленичная неделя традиционно в России характеризуется вкусными застольями. Блины с икрой – одно из национальных блюд. Вот только икру к блинам непременно нужно подобрать свежую, зернышко к зернышку, высочайшего качества. Именно такую и покупают рязанцы здесь, на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская». Мне больше всего нравится «Чивычи». 2,119. Ну и красную икру. Да икру и чивычу. Холодного копчения. Ну, вкус приятный. А еще она полезная, как думаете? Да, конечно, полезная. Чем она полезная? Ну, витамины. Красная рыба – тоже хороший компаньон к блинам. Нежнейшая чивыча и нерка, которые буквально тают во рту. Это ли не предел мечтаний самых изысканных гурманов? Морепродукты с выставки продажи «Икра и рыба Камчатская» завоевали сердца самых требовательных любителей. Ведь широкий ассортимент и высокое качество – это визитная карточка торговой точки. «Чивычу». Ну, вкусная вроде. Ну, где-то в месяц раз. Только здесь. Думаем, что здесь вкуснее. Хорошего дня вам. Свежее. Спасибо. Белорыбецу. Первый раз. Ну, свежую рыбку, конечно, больше. Ароматная рыба холодного и горячего копчения, слабосоленая, а также икра. Очереди к прилавку за лучшими морепродуктами не иссякают. И это неудивительно. Ведь те, кто попробовал купить рыбку здесь однажды, непременно вернется. Попробуйте и вы. Возле торгового центра «Премьер» до 25 февраля включительно. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Порадуйте себя и близких продукцией премиального качества. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 20 по 25 февраля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин